Мои красные губы? Не надо в них стыкать. Всё, маме сейчас нужно снять видео о необычных вещах гардероба. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. И сегодня будет необычное видео про необычные вещи из моего гардероба. На самом деле, идею мне подала одна моя подписчица. Она сказала, сними мне, пожалуйста, мне, любимая, сними всем. Сними всем любимые свои вещи из гардероба. И я подумала, ну что, любимые? Их много любимых вещей на самом-то деле. А вот необычных немного. И действительно, нам будет интересно их показать. Кстати, ну ладно. Я в одной необычной, кстати, вот такой вот мальчике сижу. Я не помню, где я её покупала. Покупала давно. Ни разу её никуда не одевала. Только, по-моему, на концерт куда-то спеть. Тогда я только начала свою музыкальную карьеру. Но, во всяком случае, одни из первых песен начали появляться. И я подбирала эти вещи. Все некоторые будут из этих вещей под эти мои песни. Песня... Ой, ну как же она? Мой крик души. Песня называется Мой крик души. Да, и вот эта песня, под неё есть здесь костюм, в котором я в итоге ни разу не выступала. Но, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь... А может быть, клипчик? Главное засмеяться. А может быть, клипчик какой-нибудь сниму. И раз мы уж начали с этого, давайте с этого и начнём тогда. Вот. И Денька его сразу потащил. Значит, вот такой у меня есть чёрный костюм. Я вообще представляла себе, что эта песня, и я такая какая-то женщина-кошка, прям, знаете, такая, прям, скажем, Мой крик души, не спеши. Прям такая, знаете, вся секси-вумен. И, да, я брала вот это вот, вот это вот, вот такой костюм. Он, в общем, в обтяжечку весь идёт. Комбинезон, я бы сказала. Здесь идут вот такие вот у него вставки, то есть можно регулировать. Даже, если там поправишься, похудеешь, ты можешь затягивать. Ещё у меня здесь оттянута под меня на ногах, в общем, и на животе. Здесь в районе груди вот так вот открыто, поэтому если одевать крутой лиф, ну, я буду показывать без лифа, но если одевать крутой лиф, то грудь ещё поднимается, и вообще вы секси-пекси. Отдельно к нему, к этому костюму, я покупала ушки, они там лежат, я их не стала брать. То есть отдельно, не отдельно. К этому костюму вместе с ним я покупала ушки, но они некрасиво смотрятся, и поэтому я искала вот такую маску. Вот такую маску. Вот такую маску. Специально под этот костюм. Единственное, что я буду демонстрировать всё это уже без красной помады. Ну, надеюсь, вы поймёте, что за костюмчик. Один раз я ходила в нём на репетицию и пела там с девочкой перед концертом, но я в итоге так и не одела этот костюм. Но он у меня лежит, и я думаю, что он обязательно мне ещё пригодится. Он очень клёво подчёркивает фигуру. Вот такая вот первая вещь необычная из моего гардероба. Вторая необычная вещь из моего гардероба, это тоже делалось под эту же песню, и в этом я уже выступала. Было одно мероприятие, так как... Ну, я не знала, будет ли это моё, не моё. Я не хотела много денег, на самом деле, тратить на какие-то вещи, которые потом не буду носить. И очень много я придумывала сама, я старалась придумывать сама. В общем, я пошла в материальный магазин, в общем, в магазин тканей, вот, и купила вот такую ткань. А к ней просто пришила вот такую тесьму, и, в общем, вот так вот она делается, вот так вот, да? И просто одевается, то есть оно больше как такой плащ сзади, такой прозрачный, но за счёт того очень лёгкая ткань, за счёт того, что вот эта вот ткань, она, в общем, переливается. При софитах, когда на тебя бьют софиты, ты на сцене поёшь такая, это очень красиво смотрится. У меня есть даже видео, я очень нервничала, это был реально концерт, я там немного лажаю, но я выложила это видео всё равно на YouTube, и в моём плейлисте я пою, есть эта песня «Крик души», где я именно вот в этой вот накидке пою, и именно в том месте, где было очень много людей, очень много жюри, очень много звёзд, смотрели и оценивали, и я очень переживала, потому что хоть я и участвовала в разных концертах, мероприятиях, конкурсах всяких, да, как они там называются, в общем, получала там лауреатов и так далее, но там были обычные люди, то есть из жюри там может быть три человека, и то, которых я не знаю, там, может, одного знаю, да, какого-нибудь знаменитого человека, а остальные были просто слушатели, там, родители, тех детей, которые приходили точно так же, да, а когда ты идёшь уже в ресторан, где реально очень много людей, там уже, конечно, страшно, ну, ладно, не о том, у нас сейчас необычные вещи. Дальше я, вот, знаете, люблю вот эти всякие шляпки, я купила шляпку, эту в Бершке, она мне показала самая прикольная из всех, потому что я прям хотела, когда вот этот фан пошёл на шлёпки такие, я прям купила себе её, но, по-моему, я только однажды с ней куда-то вышла, и всё. И видео сняла, помню, одно из первых. До сих пор оно где-то есть. Ну, такая вот шляпа. Да и не идёт? Идёт шляпа, маме? Ты ко мне внутрь в шляпку? Вот такая шляпка, не знаю, можно её вот так ещё носить. Так вот многие носили, да? Тебе нравится? А ты будешь шляпку одевать? А ну-ка покажись. Ай, девозим! Та-дам! Пора-пора-порадуемся на своём веку. Красавицы и ку-ку, счастливого клику. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшепнём. Мерси-баку, мерси-баку. Всё, иди с шапочкой играй. В общем, ещё одна вещь из моего необычного гардероба. Дальше. Давайте пройдёмся по тому, что я покупала себе, на самом деле, в далёких-далёких странах. И это две вот такие вещи. По-моему, покупала я их в одном месте. Это было... Где же это было? Я помню это место визуально, но не помню конкретно, как оно называется. Потому что у меня было очень длительное паломничество. Там две-три недели, не помню точно, сколько. Индия, Гималай, Тибет. Вот. И, в общем, я не помню вот это место, где мы конкретно там были. Где находится это дерево Бодхи, под которым просветлел Будда. Вот. Это там было. Там есть много магазинов. Как раз-таки вот к этому месту, когда идти по дорожке. Там есть много магазинов. И я купила там вот такую юбку себе. Потому что все девчонки начали покупать себе там юбки. И я захотела купить юбку. И я пошла и купила. И вот, кстати, такая, только в другой расцветочке была у девочки. Одной, которая мне очень нравится. Она в Москве работает. Я не знаю, вот у нее даже Инстаграм. Она какая-то такая фэшн, вся дива, интересная. Что-то она там делает, создает. Не помню что, но, короче, она такая вся необычная. И мне так понравилось, когда не смотрится. И я взяла эту юбку. Но в итоге я только там в ней ходила, в Индии. И здесь я ни разу ее не одевала. Она так прикольно пошита, из каких-то интересных материалов. Но, мне кажется, для нашего местного колорита она не совсем подходит. Она больше как-то, знаете, вот мне сумки, прям баулы какие-то. И все, и попрошайничать. Но вообще я ее люблю. Естественно, я ей дорожу. Это как память все-таки о том месте. А это я покупала в Тибете. Да, это мы приехали. И поехали на какой-то рынок все вместе. И, в общем-то, я не стала много набирать, потому что чемоданы. Мы все время переезжаем, понимаете, да, на автобусах перебираемся. Я не хотела много брать, но такие штаники я взяла. Вот они. Вообще, у меня много таких штанов было, потому что среди своей тусовки, когда находишься, когда мы ездим куда-нибудь отдыхать, опять же, ездим на какие-то мероприятия, я люблю чувствовать свободно. И вот такая одежда, она очень классная. Вот, и сделано все это из очень мягких, приятных, натуральных тканей. Вот. И оно у меня уже давно, кстати, и неубиваемо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА еще две вещи с моего гардероба это как я вам говорила помните я приобрела такой костюмчик заказала говорю о это полностью мы стиль у меня там черные такие штаны полностью висят такие мотня прям висит и кто-то мне говорил ой полностью мой стиль мотня висит что за фигня а я люблю я не знаю почему для меня что вот эти вот да вот такие вот штаники да с этой мотне не знаю прям что-то мое и однажды когда у меня были в москве съемки пришла девочка очень красивая на съемке что это мне надо показать за счет пришла очень красивая девочка на съемке она такая не русской внешности немного такое что-то армянское в ней черные волосы кудрявая такая загоревшая и на ней были штаны только не голубые от темно-темно синие но точно такой же расклад точно такой же фасон я вам покажу это я уже покупала в москве находится это блин я все время путаю тишинская нет не тишинская есть еще одна площадь она в центре находится тоже тишкова или тишко там торговый центр тушь нет тушина это далеко тишинская площадь тишинская площадь она в центре тушина тишинская короче я путаю и да я посмотрю в интернете и тогда напишу здесь вот в общем и там был магазин единственный магазин в москве она мне его посоветовала грудь это купила такие вот джинсы и я купил первые я купила это мой размер в один день такие голубые свободные легкие классные сзади мне понравилась такая штука в общем ходила в них долго вообще носила таскала их прям сейчас покажу как они а вторые я уже купила через какое-то время там все время были новые коллекции новые пополнения кстати стоили они недешево там около 7000 такие брючки стоят я так скажу немало вот и полностью из хлопка кстати сделано и я взяла вот такие вот уже желтые ну потому что я думала что я уже буду среди своих друзей тусоваться мы ездили за границей в испании индии и так далее и желтые я думаю мне было бы ничего так стильненько но к сожалению их не было моего размера с очки поэтому я взяла м-ку они в принципе тоже нормально сидят не сильно видно вот зацените и я очень их люблю и я очень люблю эти джинсы но вот сейчас тоже не приходится в них носить не знаю что-то в моей душе внутри было такое что мне прям нравилось это все носить время обнимашки время обнимашки пока уже говоришь с ним или ты говоришь привет не пока не привет все осталось чуть-чуть соответственно а вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну около 2000 короче Но мне она очень понравилась По-моему около двух У нее такой плотный интересный материал И вся она усыпана вот такими Пайеточками Она очень классно блестит при свете Вы тоже сейчас посмотрите Поцелуй маму Мои красные губы Это не матовая помада И еще И еще есть необычная вещь моего гардероба Почему необычные вещи Это не то, что они вообще какие-то необычные Они необычные для меня Потому что в итоге я их не ношу Они вот лежат, лежат себе И вот как-то они уже считаются необычными Вот есть какие-то вещи, которые Ну да, это обычная вещь моего гардероба А это необычная В общем, у меня не как-то Да Гуси-гуси Гуси-гуси Га-га-га Вот такая вот у меня есть А где я ее покупала, кстати? В Бершке Да-га-га Да Как это называется? Это как называется? Блин, вот вылетело слово из головы Как называется вот эта вот мехауха Жилетка Господи Жилетка В общем, вот такая жилетка Но единственное, что Вот знаете, хоть сейчас пик идет Ну, цвет такой приятненький Она самоприятная по себе Тоже покупала где-то за 2000-1700 Где-то так Хоть сейчас идет пик и тренд На искусственную кожу Но, блин Вот дай мне выбрать Вот искусственная тебе, да? Или натуральная Что-то, да? Я все равно выберу натуральное Потому что как-то натуральное Смотрится дороже Как-то красивше, что ли Не знаю Вот пока что Хотя я понимаю мотивации, да? Там эко-мех какой делают Там эко-кожу Для того, чтобы там Сохранить природу Все это понятно Как бы, да? Но тем не менее Что-то в моей голове Переламливается Но переламливается Очень потихоньку Нельзя есть это мамин подарок Отдай Вот Ну, посмотрите жилеточку Как она на мне сидит Я ее, наверное, одевала Один или два раза Всего лишь куда-то И вот она пока лежит И относится к необычным вещам Моего гардероба Потому что о жилетке Я, в принципе Как бы, у меня еще не было Субтитры сделал DimaTorzok Вот, в принципе, и все Еще я перерыла уже весь дом И искала... Знаете, что я искала? Восточный костюм Да, я занималась восточными танцами Я занималась ими очень так... Прям мне нравятся восточные танцы Потому что в них столько секса Я бы так сказала, да? И у меня они хорошо получались То есть мне нравилось Когда там первый танец живота Еще в Ростове я начинала танцевать Восточные танцы И в Москве продолжала этим заниматься Непрофессионально Просто как любитель Нигде не выступала Не танцевала с этими танцами восточными Но для себя любила И я сама себе пошила Представляете, костюм восточный Сама себе Я купила лиф Обшила его стразами Ну, блин, я перерыла весь дом Я не могу его найти Возможно, я его выкинула? Да Да, у меня бывает такое Что я могу выкинуть на самом деле вещь Она у меня может лежать годами Потом я думаю Ну, что она лежит годами? Беру и выкидываю И сразу, скоро-скоро Наступает то время Когда мне ее надо показать Или что И вот я реально все перерыла Блин, ну не должна была выбросить Потому что я хотела вам что-то с ней снять То ли станцевать То ли еще что-то Но не могу найти Вполне возможно, выбросила Или отдала кому-то Короче, классный был костюм Сама себе его сделала Если вдруг найду случайно Когда буду переезжать Я обязательно покажу, сниму Что-нибудь еще Дэй, ну что ты ешь, мой? Это не я кушаю Ты что? И грудь не царапай мне Будет сейчас красная Ты что, жопа такая маленькая Такая маленькая жопа вредная Ладно, все Пойду сделаю ему фруктовый салатик Вкусненький Сейчас я ему намешаю Грушу, яблоко, банан Да? Ладно, все Сына ругается Я была рада показать вам вещи Моего необычного гардероба То есть показать Моего обычного гардероба Необычные вещи И если вам понравилось Ставьте лайк Если будут какие-то еще Интересные идеи Что-то вам захочется Что-то узнать Пишите мне все идеи В инстаграм Инстаграм мой здесь вот будет Я вас там всех жду И что еще? Всех целуем Пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok